Всем привет! Начинаем нашу очередную пятничную тренировку для игроков с лимитов TNL50 и TNL200. Сегодня будем разбирать интересную тему, ни разу ее еще не разбирали на тренировках. И, собственно, я решил ее глубже копнуть после того, как я разбирал свою собственную базу и нашел некоторую ошибку у себя в этих спотах. Сегодня мы будем разбирать довольно редкий спот, когда Большой Блайн защитился против Open Rays от Малого и СБ сыграл чеком, не поставил конбет, и Большой Блайн тоже прочекал. То есть, насколько широко мы должны коллировать Терн и Ривер после того, как сыграли чек-чек по флопу. Напишите в чат, как звук и картинка. Если все окей, то я отключу скайп и мы будем начинать. Сейчас это и сделаю, пока вы отключаете. Ну и занятие, как обычно, пройдет в два этапа. Это будет разбор этого спота в флапзиле, в холдеке. И, собственно говоря, во второй части занятия мы поиграем. Я не вижу обратной связи. Возможно с трансляцией. Хотя у меня будет все хорошо. Отлично. Хорошо, если все хорошо с картинкой, со звуком. Давайте начинать. Давайте начинать. Ну и, собственно говоря, начнем с моделирования этой ситуации, когда мы находимся на большом блайнде. Защищаемся колд-коллом против малого блайнда. Ну и для того, чтобы определить, с чем мы будем играть колом Терн и Ривера после чек-чека флопа, нужно вообще несколько слов сказать об этой ситуации, вообще, почему она может вызывать вопросы. Это происходит с тем, что сейчас довольно много игроков играют от чека на СБ. То есть они пытаются выстроить более защищенный рейндж чека на малом блайнде. Больше прощекивают рук. Чаще они собираются играть чек-колом, да, хотят играть чек-рейс. И, соответственно, в силу этого, если большой блайнд их не зафлоатил по флопу, у них сохраняется довольно широкий спектр к Терну, и они его по-разному отыгрывают. Начинают ставить, например, Терн и Ривер, кто-то продолжает чекать. И нам нужно определиться, с чем будет ставить, во-первых, малый блайнд на Терне и на Ривере, после того, как он сыграл чек-чек флопа. Ну и главное, с чем нам на большом блайнде коллировать, когда мы решили не флоатить его по флопу, а когда мы решили не флоатить по флопу, а когда мы решили чекнуть. Чаще всего такие ситуации будут происходить на структурах досок, где у нас ощущается просадка по вылью комбинациям. Чаще всего это будут какие-то X структуры досок. В них мы будем довольно часто получать чеки и чек-кол от нашего противника. И очень часто у нас там будет не хватать рук для флота, поэтому чаще такие доски мы будем прочекивать, например, со слабой рукой по типу слабого Туз-X. А сейчас мы зададим какую-нибудь структур доски интересную, например, что-нибудь вроде Туз-Король-7, то есть будет с флэш-дро. И смоделируем ситуацию чека на малом блайнде и последующего бета по термой барьеру, ну и, соответственно, чека behind большого блайнда. Так, слева у нас будет малый блайнд. Открывает он... Сколько он открывает? Ну, он открывал там спирт-флопчет порядка 43%. На флопе несколько уже подзарезался этот рейндж. И, собственно, нам нужно еще найти большой блайнд. Что он здесь будет калировать? Ну, естественно, защита большого блайда сильно зависит от того, какой лимит вы играете, что западет против вас. Ну, ориентируйтесь, собственно говоря, на колл-колл. На большом блайне против СБ. Ну, либо можете ориентироваться на фолд ББ на стил с СБ. Ну, и плюс не забывать смотреть процент 3-бета ББ против СБ, чтобы правильно дисконтировать комбинации, которые уходят в 3-бет. Сейчас в среднем идет тенденция к тому, что люди 3-бетят диполярный смешанный рейндж на большом блайне против малого. То есть большая часть рук среднего value range уходит в 3-бет. Наверное, я даже подкорректировал. Вот такие руки почти все уходят в 3-бет на префлопе. Много тузов также здесь 3-бетятся. Они не будут здесь калироваться. Здесь просто у меня как-то раньше, по-моему, защита против баттона был бит. Сейчас подкорректируем чуть-чуть. Так, король валет, тоже дама валет. Очень часто 3-бетятся. Ну, такие вот король 10, дама 10 уже 50 на 50. Туз дама, король валет. Туз валет, король дама чаще колется. Это все в кол уходит. Туз 10 тоже в кол. Так, 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 так. Так, ну так как у нас BB против SB, здесь будет больше король X комбинации, вот таких комп. Ну, и тут вопрос, вот насколько смешанный range в 3-бетит ваш понят. Зависит от процента его 3-бета. Если он в районе там 12, то плюс-минус такой range кола, наверное, будет справедливым. Если он будет шире, то, возможно, вот часть этих рук слабых он уже не коллирует, а увозит в спектр кола. Ну, и также, опять же, к тенденции последнего времени большую часть мастевых рук коллировать. И тут просто весь вопрос в том, что он с этими руками мастевыми делает. То есть он их будет 3-бетить, и они сюда не входят, потому что он их 3-бетит, или все-таки он их будет коллировать. Вот, ну, я сейчас корректирую, это все-таки range против Baden изначальный был. Давайте покорректируем его несколько, то есть, ну, скорее, все одномастные валеты здесь будут входить в cold call. Ну, и здесь давайте проценты, наверное, 30 зададим, там, кто как защищается, кто-то 50% колит, кто-то все колит. Какой-то общей картинки вот по одномастным этим рукам здесь нет. Ну, у нас получился cold call в районе 42% на префлопе. Если сюда добавить 3-бет в районе 12-13%, ну, там, 13% пусть будет, то получается общая защита на ГБ против СБ, сколько там, 55%, то есть фолд на стил 45%. То есть если вы видите у своего противника фолд на стил 50%, вы знаете, что у него 3-бет 13%, вы знаете, что это 3-бет диполярный, с смещением в сторону какого-то смешанного, то вполне вероятно, что у него будет такой range защиты и cold call. Если же у него, так, здесь, кстати, у нас такие показатели, ну, карманные пары, скорее, все будут здесь колироваться, то есть если вы видите такой фолд на стил такой 3-бет, то, скорее всего, range защиты будет такой. Если фолд на стил будет меньше, то просто чаще оппонент колирует больше, скажем, слабых рук, например, там, уже больше гапперов он колирует. Вот здесь мы немножко их добавим. Больше разномастых королей дам. Ну, вот примерно такой мы range задали. Плюс-минус он встречается на NL-100 довольно часто. Ну и такой вот range стила, опять же, он у вас может быть иным. Вы можете шире стилить, кто-то, наоборот, уже стилит, использует стратегию лимпов. Но в среднем сейчас тенденция такова, что открывает нам порядка 40% до 45% на малом блайнде под рейзом. И что здесь происходит? В первую очередь мы хотим задать спектр чека оппонента на малом блайде. Как правило, в чек здесь будут уходить руки средней силы, ну или совсем какие-то монстры, которые блокируют value комбинации нашего противника. То есть две пары вряд ли здесь кто-то будет чекать. То пары здесь очень часто будут чекаться, но, опять же, не все. То есть туз-дама, туз-валец-кайривский уйдет в сторону бета. Туз-10, ну такая ограниченная рука. Давайте часть пусть будет в бете, часть в чеке. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.